Всем привет! Тема сегодняшнего видео развлекательная, а именно каких наших продуктов нет в Норвегии, потому что это, конечно же, довольно больной вопрос для новоприбывших найти аналоги наших продуктов. Если нет поблизости, например, польского магазина, либо другого восточно-европейского магазина, либо магазина, где есть полки с нашими продуктами, что же делать, что здесь есть, а чего здесь нет? Ну, начнем с того, что многие продукты здесь имеются, например, простокваша, кефир, манка, со свеклой не таких перебоев, как, например, в странах Южной Европы, но чего же здесь нет, либо что здесь есть, но не совсем похожие на наши продукты? Ну, первый вопрос, не первый вопрос, а первый продукт, которого здесь нет в обычном магазине, это гречка. Наша привычная нам коричневая гречка, обработанная, здесь отсутствует, но можно купить зеленую гречку сырую в магазинах здорового питания, поэтому за гречкой дорога только в интернациональные магазины. Следующий продукт это творог. Вот творог в нашем понимании, да, классический такой творог, прессованный. Здесь есть только cottage cheese, вот такой вот зернистый творог, жирность 4,3%, и, конечно же, боль наших женщин, которые хотят сделать сырники. Вот сырники, это не знаю, это, наверное, синоним нашей тоски по родине сырники, да, вот из него сырники тяжело очень сделать, потому что он довольно мокрый. Есть, конечно, там какие-то лайфхаки у наших девчонок, но я, честно говоря, один раз пробовала из него сделать, у меня не получилось, поэтому я бросила это дело. Поэтому делаю я обычно творог, если так вот, знаете, приспичит иногда из кефира в мультиварке. Но, правда, надо очень много кефира, и творог получается на вес золота. Но, как пример, да, cottage cheese, такой вот именно зерненый, и он, кстати, соленый, он тоже соленый. Дальше, здесь нет кваса, здесь нет кваса в нашем понимании. Есть напиток чем-то напоминающий, называется вертер-эль, то есть тоже напиток на солоде коричневого света с газами, но это не то же самое. Часто с этим вертер-эль делают хлеб, хлеб на солоде, и также он довольно популярен на Рождество, но я не видела, чтобы кто-то его покупал, либо пил. Следующий продукт это квашеная капуста. Здесь нет квашеной капусты, а есть аналог, называемый кислая капуста, сюркол. Это, по сути, sauerkraut, наверное, в немецком варианте. То есть капусту здесь варят с уксусом, солью и сахаром, и получается кислая капуста. Это не то же самое, но она довольно популярная. Делают как обычную белокочану, так и красную капусту, вот такую вот кислую. Следующий цикорий. Цикорий в порошке, замена кофе здесь нет. Надо идти в интернациональный магазин за ним, либо в магазин здорового питания. Но что самое интересное, в этих магазинах, поскольку у них поставки обычно из США, цены на цикорий просто бешеные. А у нас он стоит копейки. Следующее. Конфеты в обертке. Здесь есть шоколадные конфеты в обертке, называемый твист. То есть, мне кажется, это единственное, что я видела. Ну, бывают еще, знаете, такие вот конфетки, например, марс, батончики, либо дайм. Такие конфетки тоже в упаковках. Но в основном своем, в основной массе продают вот именно в коробках, да, в коробках конфеты. Вот так вот, как на развес по 100 грамм здесь и сям. Красные шапочки, мишки на севере здесь вы не найдете. Поэтому конфеты, да. Вот конфеты я покупала, кстати, в нашем магазине, когда он еще был в центре города. Затем черный хлеб. Черный хлеб, вот как вариант наш, бородинский, либо черный жаной хлеб. Здесь есть, он не популярен здесь. Здесь есть единственное что-то похожее под названием Dansk Ruegbriot. То есть, датский ржаной хлеб. Но он довольно такой, знаете, компактный. Он не будет пышным хлебом. Ну, то единственное, что можно найти. Затем шпроты. Шпрот здесь нет. Вообще, я так понимаю, что со шпротами качественными сейчас везде проблема. Потому что вместо шпрот сейчас уже туда кладут и кильку, и салаку, и сардины. Здесь есть сардины. Здесь есть сардины в масле в банках. Я никогда не покупала, но они есть. И что-то не похожее, а тоже вкусный рыбный продукт. Это макрель в томате. Довольно вкусный и не так уже прямо вредно для здоровья. По крайней мере, по составу. Хотя с ним, мне кажется, там тоже какие-то были недопонимания с этим продуктом, я так понимаю. Дальше. Вареная колбаса. Знаете, как у нас продается в докторской, в батонах такого здесь нет. Здесь есть что-то похожее под названием сервелат. То есть такая нарезанная уже колбаска. Затем селедка. Селедка здесь, конечно же, есть, но она готовится иначе. То есть ее готовят вместе с уксусом, большим количеством уксуса, с сахаром. Соответственно, она будет такая сладкая. Хотя вариантов селедки здесь очень много. Особенно перед Рождеством есть и рождественская селедка, и со сметаной, и с укропом, и в томате, и с карри. На любой вкус и цвет. Но я селедку не ем, не ел ни у нас, ни здесь, поэтому не могу вам сказать, вкусно это или нет. Это не мой продукт абсолютно. Но знаю, что те, кто привык к нашей селедке, от местной селедки просто в ужасе. В ужасе, да, по-другому не скажешь. Затем сгущенка. Затем сгущенка здесь интересна, потому что здесь есть что-то похожее на сгущенку. Называется викинг, то есть конденсерд мельк называется, да, конденсированное молоко. Есть как без сахара, так и с сахаром, я увидела недавно. Раньше был только без сахара вариант, сейчас есть и с сахаром. Плюс, интересно, что здесь имеется вареная сгущенка. Называется хапо. Такой вот продукт, который часто мажут на хлеб. Для детей это лакомство, что в составе, сейчас вам я скажу. Это хапо. Сахар, вода, молочный порошок, соль и аскорбиновая кислота. И все. Так что я сегодня дам ребенку протестировать и услышим, это вкусно или нет. Вот, все озвучила. Конечно же, других таких, знаете, продуктов, которые нельзя ожидать, что они имеются в других странах. Например, глазированные сырки, либо мармелада, зефира. Здесь такого нет. Поэтому, конечно же, если хочется таких лакомств, то надо либо искать магазины специализированные наши, либо заказывать с родины. Вот такое вот было видео. Надеюсь, было интересно. Всем пока-пока и до скорых встреч. Можешь намазать и сказать, что это будет вкусно. Только сначала на хлеб положи. Это наша хапо, да? Ну как пахнет? Ты можешь чуть-чуть попробуй сначала, а там может тебе не понравится. Ну как? Вкусно! Вкусно! Ну это здорово. Это здорово. О.